пусть она раздит волосы да пиздец мы все это говорим я прям щас я напишу мы все это говорим а мы можем фильтры у меня кривой рот подожди я ищу козу а мы можем так сделать ну такая что сделала не надо так там и не осталось или накласть покласть поддать поддать капустки ну что же такой рукожоп короче я просто в час дня после стоматолога поднялась кати и случайно мы набухались и мы наелись а как же спортзал на ели сыра капусты торт торта шоколадного красной икры с хлебцами и рафаэлок и это фиаско нет нормально все будет так хватит куда ты наваливаешь их я же люблю капусту у тебя выросли уже поела капусту качите кушать полезно конечно бухенвальд сидит а кстати и давай и мне ругала сегодня что за кольцо кстати вот кто мне говорит кушать полезно я и говорю тебя наибудь эту сваровске подсунут вместо того болта ну как 0 5 карата за сотку это что за щедрость он ну может быть есть все краденые то зашибись тогда он больше соточки чуточку но это с копеечкой я некрасивая не могу быть в прямом эфире а я могу после твоего наркоза вот такая вот у меня просто вот так вот по диагонали наркоз то ой элечка привет я еще со вчера не протрезвела а если знаешь где он живет да ты заебал смотрите это делать она все тут ронять я просто одна съела за 15-20 минут полбанки надеюсь буфер обмен подрастет буфер обмен это не мой ракурс явно я в жизни не такая что мы пьем он назвали сначала мартини вино которое сухое потом еще какое-то а сейчас пьем розовое ну какое-то естественно очень крутое вот так мне больше нравится когда 64 человека они 544 как вчера и все гадости пишут я все-таки на вчера читала писали что вы шлюхи что ты можешь сказать спасибо что напомнила кать а то я забыла что же нам вчера писали зачем пить вчера был день рождения очень близкой хорошей подруги а сегодня просто алена пришла в гости она говорит налей анестезии но я налила вина а зачем пить каждый день а зачем пить через день когда можно каждый день короче она ответила за меня знаете что это на экономике я не урод у меня просто это привет коза улетела пуголька работает а вы чего ко мне даже не заехали когда мы приехали позавчера вечером я реально думала что вы вчера поедете на зуб я думала что вы всей банда поедете на зуб и зайдете ко мне мы тоже но мы не приехали это вообще прилично мы сидим жарем перед камерой это эконом я хочу тут и делаю это мой инстаграм мой телефон ну ладно понятно хочу капусту спасибо а решил даже сраные две сотки не вернули написали там кучу допросов какой адрес откуда докуда истории удаляться напишите на почту я пишу мне чё делать нехер сделайте записи экрана если вам надо а можно расскажу сколько телек расскажу короче или двадцать девять или двадцать восемь у меня плохая память на цифры я не знаю мне 32 кока не феврале 33 ты уходишь из этого дома тебе нужнее так мне тем более 33 уже ничего не вырастет что выросла то выросла мне 29 до короче яндекс говно вчера было обострение какой-то мою подружку панарина вчера тоже таксист в кустах высадил а он тоже яндекс кажется да короче надо ездить через гранд-авто 355 10 10 не рекламу реально нет мне просто бесит по телефону звонить это самая кайфовая такси в новосиби звонить так удобно нажал смотришь где едешь а у этих все как у староверов все по телефону стучать эти хуй стукну ну смысле не потому что эти убить хочу а коза говорит нельзя так а приложение из гранд-авто и вот короче я скачала это приложение гранд-авто ну вот лидер видите в семье не без урода все так могут ну тут и все высажены недолго яндекс и мне все время не приходило подтверждение этого промо-кода от лидером хотя на белых розах я жила раньше скидку хотелось метам действий по 20 процентов короче мне нравилось что я жила на вас книли я звонила в этот 55 10 действий не приезжали через три минутки ну какой я страшный человек не могу быть в твоем эфире давай это сделаем это не мой ракурс я скачала приложение потому что мне так вот так вот мне потому что удобно я вижу где едет машина но я скачала его и мне промокод все время не приходит а я у меня есть мушка ужас какой чё охуела мне тоже так она тебе идет а мне нет это порно актриса короче у нас с Викторией Мурби тоже чё с губой блять чёс заблокирую чё ты орёшь на человека что только в эфир зашел и что смотрел и что ну я бы сказала чё с лицом чё такая страшная может человек смотрит тебя каждый день и знает что у тебя нормальная губа сейчас посмотрел а сейчас понятно значит что-то случилось так ему интересно чё блогерша блять и пожинай плоды блогерства это неприлично задавать такие вопросы вот так вот мне кажется это очень некорректно а мне кажется нормально да хуяло поэтому ты не блогерша а мне это нафиг не надо да там очень круто но далеко от центра но я не знаю альтернативы я бы жила где-нибудь наподобие но ближе к центру где есть басик во дворе нет я над тобой смеется а почему блять кто не рассказываю рассказы а кто нырял бомбочка у меня в басике и говорил можно к тебе сегодня приехать в басике поплавать нет ну ты рассказывай дальше почему ты съехал а ну как бы семейное обстоятельство далеко от центра да да мне нравится на белых росах я бы честно там жила но у меня просто вот такая квартира 35 квадратов там жить вдвоем нереально отпишись пока я тебя не заблокировала нахер пока у меня руки грязные кто у кого нет парня ну это наверное тебе у меня есть а рассказать правда или нет расскажи ну как бы у меня есть не только парень ну и девушка аленка да блять ну я после стоматолога я записал уже пять историю мне отходит наркоз вот видишь я правильно говорю что людям интересно что с тобой это может другим так ну просто сказали бы ален извини чё у тебя такая губа кривая сегодня так я хотели не расскажите более природы все пошла нахуй иди нахер пиздец а ты можешь посимпатично маску на нет не могу я не хочу быть императрицей не успела про приют прочитать между тем это у меня короче вчера когда мы ехали с геша я какого-то хера блять начала жевать жвачку хоть и знаю что мне нельзя у меня старая пломба отвалилась сегодня пришла мне как в херачили наркоз чтобы все ну чтобы мне не больно было она не разрешает мне быть не императрицей пожалуйста ну давай на какую ты симпатичная урод ну у меня кривые губы будут опять все будут спрашивать что с губой что с губой может сердечки пустим пусть ну вот видите какая кривая ну просто потому что у меня кривые губы давайте тоже наркоз господи чё непонятно да конечно можно отвечать девочки что случилось приюте если кто на меня подписан наверное два человека из 89 короче там была больная собака мы и вылечили она была в клинике но и в ковчег я ее забрала и привезла обратно в приют оказывается в этот момент была другая больная собака вирусником в клинике в этой и я этот вирус ну как бы тут я не виновата привезла в приют и одна за одной собаки начали кашлять это называется вольерный кашель и все и в итоге у нас заболела пятьдесят шесть собак пятьдесят шесть это трэш я вчера мне даже не рассказывать и не спрашивай ты вообще не интересует короче я вчера вот такой пакет лекарств купила и сегодня такой же уже инга купила и это очень страшно потому что это вызывает пневмонию а пневмония как правило это но очень опасно для летального исхода поэтому там сильный трэш и с собаками гулять нельзя так они живут на вольерах но просто им нельзя чтобы они бегали чтобы они сильно дышали короче горлом может быть типа ну короче не простили еще больше время капуста время как будто мне кто-то дал по лицу вот нормальные плохие губки да но и в ковчег нормальная это нормальная клиника просто понимаете они хорошие я знаю их они например мы европе да когда они моего кота спасли вот кстати а где он довольно ну вон там они нам от этого никто не застрахован да просто мы например приходим с животным в больницу да вот я на улице а другой сидит тоже в очереди тоже может что-то от вас под шихнул и как бы инфекция все на есть они может быть даже и знать не знали что там это есть нет деньги мне не вернули прикиньте клиника нет она не может это возместить потому что от нашего приюта еще пять собак заразилась помимо приютовских просто видать какая-то просто какая-то собака видать там чихнула пукнула не знаю что с ним произошло короче я читала про этот вирус его можно принести даже на подошве обуви домой и ваша собака понюхает и все моментально может быть туда просто пришел человек с собакой в клинику но это произошло именно когда я шурика привезла из клиники он начал первый кашлять но мы думали мало мало ли может подавился у них пониженный иммунитет тоже не сравнивай домашние животные или те которые привиты и ну конечно нас просто в этом году не хватило денег на прививки потому что в том году прикиньте вывод но некоторые говорят типа дорого вылечить собаку а у нас их 86 каждую нужно перед прививкой дать глистогонку всякую херню это выходит порядок порядка 50 70 тысяч ну мы в этом году никак не прошли в эту сумму но а до этого приют существовал семь лет не делали прививки поэтому мы подумали ну ладно как бы в этом году без прививок обойдемся и вот такой форсмарад уже нельзя купить самим вот эти вакцины и ставится так вот так и делали так прикинь купить глистогонка на 86 собак на 90 и а прививки они же делаются два раза в месяц алена когда замуж но пока никто не зовет как только позовут сразу пойду прям сразу вот прям вот кто на колено передо мной упадет как последний вагон прыгнуть кому-то дочку хочется от тебя нет просто я веду мою . не да мне и две маленькая старшенькая мне кажется они во время разноса погнали на рекламу магазин не на мы выспались и поехали по магазам не могу есть и смотреть на людей не стыдно ты не видишь людей это ли тебя видит я тут позже я потом вернусь возьму на рекламу ему кстати эти магазы ну два магаза это мы просто там одеваемся один это мой себе в дом белья да 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 слушайте у меня нету таких этих подгонов к комплексов или что там типа хочу ли вот честно вам могу сказать а можно я задам вопрос а люди тебе задают про замуж они не видят кольцо на две руки покажи ну как бы у нее есть кольцо почему вы спрашиваете про замуж я вот как бы ну искренне удивляюсь почему а почему-то включил прямо в гостях тебе может опухшие глаза потому что мы бухали не выспались что тебе не скучно с тобой ну да что ты включил прямо в фирме да ты сидела в капусту я не могу ничего поделать и ночью про приют свой ну вот расскажи не только мне пусть не только я слышу ой опять чавкнула туда еще цокнула ну вот один знает ой внимательный человек увидел глаз от рук это правая рука правая видите вот так вот поворачиваюсь она правая камера видерками это же фронталка ребят я замужем уже 9 долгих мучительных лет почему вы меня хотите по второму кругу туда запустить я не понимаю ну и что о смерти моей хотите я уже думала коза в эфире ой я же хотела кодель написать ну чё ну чё чё начала писать в директ ей и ничего она не ответит у меня там завал мне всегда отвечает ясно она и тебе отвечает в моем директе потому что я его не раскрою ах ты сучара это не твой дом документы покажи как то я не могу ответить на этот вопрос он занят смысле как он должен реагировать но типа что типового зачем ты пьешь или как не пей негоднице я разведусь не пей а что я должна делать типа у меня свободное время я что должна на скидом увязать папа работает мама красивая я же дочь олигарха все таки у меня не надо совоказ все в дом белья он работает домой папа подарил более лет так хотел раньше выйти замуж за футболиста либо за моряка чтобы она как бы ну типа пришел и уж и ушел на месяц чтобы глаза не мозолил мне кажется идеальный вариант общем не показываю мужа потому что он не хочет показываться но я боюсь что его уведут он слишком красивый нет не планирую вообще не планирую ничего даже завтрашний день вообще не понимаю зачем планировать что-то так мы вчера в эфире рассказали ну чего она там начала что-то это гундеть туда не поеду сюда не заверну пуговка ей просто сделала замечание за то что она разговаривает по телефону при нас еще обсуждая других пассажиров абсолютно спокойно и мы начали залупаться ну и как бы я сидела спереди и поняла что рулись мне дальше придется как же как зовут мужем а зачем вот просто зачем вам эту информацию я могу сказать как зовут моего котика морщинка вот что ему даст эту информацию ничего а у тебя ты эфир записала про таксист ну сохранила я сегодня смотрела горел он висит же эфир посмотрите там вообще в красках казар я короче ну просто поняла что вчера было какой-то апокалипсис среди таксистов а потом увидела в истории что ты у нее руль хватает думаю надо эфир посмотреть по-любому ладно руль ей на скорости передачу на паркнинг ставила вот это мне даже мне даже самой страшно стало я думаю сейчас сожгу ей нахер коробку и уголовщина у тебя не было мысли ей ударить ну ее ударить кто сказал просто это не было в сторис ответ даже с перекошенным лицом я даже с перекошенным вам нравлюсь спасибо я прямо это очень не очень сейчас нужно хвост делаю у катя тут в хоромах так жарко кстати да батареи кстати я твои тогда так и не могла перекрыть какие-то странные пишет что мы тупица где кто не знаю . или что они тупица кто это пишет я не поняла я ушла за девушка рядом с тобой не ну просто интересно ну как бы я я спокойно на все реагирую я реагирую не спокойно только на хамство типа чё с губами чё с носом чё с глазами блин чё с животом это не хамство я считаю это хамство дай мне резинку мою ну то есть всегда у меня есть резинка сейчас у меня есть твоя резинка да ты морщи неприятного он мне даже не видел сейчас он пукнул сочувствую да нет на самом деле я не считаю так я тоже прекрасно понимаю что это многим интересно прекрасно понимаю ну блять вы сами не представляете как бы мне хотелось чтобы у меня был аккаунт со своим мужем фотки вот это вся любятинка там какие-нибудь извращенские фотографии провокационные я тоже все этого хочу но так сложились обстоятельства что ну так не может быть я понимаю вашу реакцию вам интересно но у меня этого нет и не будет будет потом с другим а я ты про что ты рассказываешь с этим точно не будет и про чем ну про то что типа мужа там нету а дети мужа мне это хочется но никак его не могу а че не могу ну че они могут а все прям смотри как я все время в тему подхожу тупый тот кто спрашивает а ну ладно спасибо сыр с плеснью воняет письками играть хоть мне кажется он носками воняет ну блять я не знаю че у тебя так пахнет носки или писька начнем с того что у меня воняния почти нет а я вообще запахи ни чертой почтю но скоро я исправлю этот момент ну я говорю будет такое как я хочу но возможно только в другой жизни с другим мужчиной ну потому что тот который есть сейчас не будет нет мы не разводимся киллер даун киллер меня пристанет если что поэтому я это ниже травы так это уже могут размер одежды у меня вверх 42 44 за сисек иногда 46 не 46 не не худенькая я как бы это покушать люблю витя даже в прямом эфирчике сколько у вас времени 4 часа 4 05 между прочим че ты пизди что тут блять в моем эфире ну не 4 блять это 4 05 пардонте а лет у нас тебе сколько 40 ну тебе у нас года 2 да 3 4 феврале у меня 65 лет 4 рост у меня 171 был 174 я расту вниз блять это пиздец с мужем основной а разница сможем 18 лет охренеть че а у тебя блять сколько а у меня столько же 13 ты че угораешь ему 46 а мне 33 февраля если че а моему 45 аааа я так то взрослая аааа подруга называется даже не знаю сколько мне лет прикол вообще точно когда я вот так сижу у меня лицо смотрит больше чем у тебя блин ты при любом браку все кстати нормально я я просто какой только себя не показываю мне кажется у меня уже чуть-чуть почти отошло чуть-чуть осталось только вы бы видели какая она ко мне пришла она каждый раз а я скоталась после зубных манипуляций приходит ко мне потому что я живу в этом доме я на четвертом клиника на втором и у нее каждый раз анестезия все смешнее и смешнее блин тут так блин то так то так то одна один низ висит короче каждый раз смешнее и смешнее ну кто-то на приедем дыре у меня 13 октября че серьезно такая разница а что это большая разница нормальная разница не разница она реально ощутима если ты ребенок ну там не знаете 18 ну вот мне когда было 18 ему было там 30 сколько 4 вот это было это было 36 вот это было ощутимо а потом со временем все смирились ты-то взрослеешь он у тебя взрослеет потом уже нормально да если сейчас начинать отношения то это вообще не разница я считаю 30 и там 45 50 это вообще нормальная разница зато им не надо сопли вытирать блять и вообще ненавижу своего возраста парней для меня например все кто 30 35 они для меня прям пацаны прям охота им сапельки да зеленые потерять ни о чем разница в возрасте ощущается она в быту она действительно ощущается если ваш мужчина спасибо привык к вам как папа ну то есть да меня там зимой контролируют а делали я колготки перед выходом ну как бы такие моменты которые бесят как ребенка они есть но не сильно ну это забота ну типа вроде как о ребенке а как еще заботиться вот так думала ты младше а ты бабка я говорю спасибо покажи сиськи покажи Кать я? Кать ну просят покажи у тебя же больше нет нет я капусту ела да просят сиськи а не бидоны они не могут так быстро вырасти я только полбанки съела обождите немного да взрослый муж это офигенно ну это круто не знаю я ушла из дома ты такая всегда девочка да прям такая всегда ребеночек всегда дай мне то дай мне это и он вроде как ничего хочу дай мне денег да не реально они очень трепетно относятся они не ревнуют они не выносят мозг во всякой фигне там типа где ты с кем ты чего ты это ты им выносишь мозг блин я не выношу он вообще говорит ты какая-то идеальная ты просто не выносишь мозг потому что я не выношу сколько ты живешь с ним поговорим через год три месяца так ничего норм но тут муж виноват она ведь может найти такого же возраста только другого и все будет зашибись тут поведение мужа расслабился заигрался в папу с дочкой и все и все а ты знаешь а ну ладно что ничего ну что ну скажи ну скажи по секрету на секретном языке он поняла нет я ресницы делаешь тебе спрашивают дубай покупка непополнение а ты что купила как ты могла потратить деньги если у тебя руки даже на телефон не дотянулись а как это а как это да вот так я умудряюсь ой что это не моя карта но ко мне привязано ну у меня этот apple pay настрой карманный расход только кто-то почему-то с них снимает деньги мне кажется нужно сделать какой-то большой пост тебе про мужа нет я бы не стала так это бесполезно да я бы не вышла за него замуж если бы у него были дети на тот момент у меня был такой принцип первое что я сделала когда осталась у него дома я прошарилась во всех ящиках в шкафу нашла его паспорт и посмотрела графу там жена и жена дети ну ты шмонька ты угораешь а нахер мне это надо я ему сказала я уже столько живу во всех ящиках даже на шарях сейчас пойдем подожди тебе разве не интересно ну блин не знаю он мне сказал нет детей не женат и ладно а и ты на слово поверила да паспорт тоже может быть здесь паспорт так это я покупала хотела в игру поиграть тупая игра он фрейды на немецком читает у меня ты поняла какой он я не знаю типа танцову кто читает тоже он говорит в самолете нормальный пиздит бывшая наверное она самоликвидировалась конечно такие на пороге появятся тут и жена и дети в окно выйдут ну так вышло не с утра а с обеда уже 4 я только с часу пришла к ней чего уж у нас такого мнения что с утра с обеда ну это час а раньше то ставили все тем более добропорядочные гражданина а он вроде как не похож на шарлатана я верю людям все равно вся правда всегда спа купи отпуск пришло сообщение в петербург поехали в петербург в петербург почему там холодно очень сыро и зябко а здесь то жара пиздец в питере сыро там в минус 5 как у нас минус 30 Катя не собираюсь там по улицам ходить как и везде ну тогда где фотки не ну пофер зато это значит ну развелся и развелся а вот Татьяна нормальный человек Татьяна потому что как бы знает что ну блять мы живем каждый свою жизнь вам что надо ну вы если завидуете и не можете прибухнуть с утра ведь хочется ну признайтесь не знаю я вот иногда просыпаюсь я проснулась с температурой 38 приехала к зубном и думаю ну надо же лечиться пришла Кате она меня лечит ну все а с Катей когда она родилась мне было 10 лет 10 лет у нас разница сыр сыр так ни хера она нарезала тут 5 кг ты пообещала сырную о попросила сырную тарелку и нарезала и пообещала и пообещала от души у вас была свадьба пышная с медведями и пообещала если у тебя будет свадьба с медведями ты мне позовешь если у меня с медведем будет свадьба то я по любому приду я тебя не то что позову ты будешь ее организатором и больше они не виделись это будет пиздец модная свадьба как минимум куплю трансляцию на первом канале фэшн-профэшн будет угу с марта спрашивают привезешь нет где блин я вчера такую крутую фигню видела в инстаграме этот comedy woman про грудное вскармливание там где тёлка пришла в бар и как давай бухать то пирожки то шампанское то водку но я уржалась хотя я не знаю что такое грудное вскармливание но предполагаю короче это было очень смешно но девочка пишет просто я бы тоже прибухнула наверное на гв да показывала уже что все да у меня будет свадьба все будут в китайских пуховиках и с медведями а кто вдруг блять палю что не китайский пуховик всем пиздец уйдут кто бы это ни был даже бузова если вдруг и в итальянском придет да бузова что подал в китайском аж капуста подавилась вот и на вот например прямо сейчас развонил тот самый не прервал прямой эфир ну чё а на чё какой именно песец старца ну типа что срачка-то болячка ну типа чё не вяжешь шарф мне на зиму или что может вела тахикардия ну типа просто ноет сидит а про пуфич мне одна тёлка написала что я это типа фу-фу-фу все давно знают что ты дочь олигарха а ты покупаешь китайские пуховики ну это видео ты мне говоришь или кому нет рассказывай типа что ты в китайских пухонах фу какой позор все знают что ты давно что ты дочь олигарха пароль а если честно она так написала я не поняла я сначала подумала что ее муж работает у тебя я сразу отмела этот вариант либо потом что твой муж работает у него а потом я поняла что типа ее муж работает у моего потому что мой то точно не работает у нее короче там мутная история есть какая-то шишкина Есть какой-то олигарх, есть чей-то муж, который работает. Валит, не могу, до развод дошло. Блядь, ну вот эту нитью, если честно, я тебя понимаю. Меня больше всего бесит, когда, ну, как бы у меня другая проблема. Он слишком педантичный, ему всё надо вот так вот чётко по полочкам. Ну, вы понимаете вообще, я и по полочкам. То есть я пришла к Кате после стоматолога, машина под окнами, я пью вино. Он говорит, во сколько забрать? Я говорю, что значит во сколько, я откуда знаю. Сиди, жди сигнала. Нет, ему надо во сколько, чётко. Я говорю, и всё, не во сколько, на эвакуаторе до дома довезу, и сама на такси уеду. Ну, вот только такие моменты бесят. Ну, реально можно и в 30 лет быть как старик. Ну, это, блин, можно быть занудой конченой. Ну, это называется, да. Ну, то есть я бы даже сейчас, мне бы сказали, забери, я тут бухаюсь пацанами. А машина стоит, я бы сказала, ну, блядь, я приеду, заберу тачку. А ты бухаюсь, сколько тебе влезет, ты доедешь на такси, блядь. Ну, как бы да. Ну, как бы вот. Ну, при чём ты рядом живёшь? Не так, что уж и далеко. Ну, капуста вкусная. У тебя маникюр скоро. Через час десять. Реально? Ну да. Чё довезти? Да, было бы круто. Угу. Ну, мы сегодня не в топе. Мы сегодня на домашке капусту ездим. Я не знаю, что надо сделать. От капусты пучит. Фу! А чё ты пучит? У меня ещё не началось. Чё ты фукаешь? А через сколько меня пучит, блядь, начнёт? А ты первый раз капусту ездишь? Ну, в таких количествах, да. А мне на маник через час я успею. Ты пропердишься у понариной мейкап. Ну, может, на меня так не будет действовать? Блин, ну, я отставлю тогда капусту, раз вы настаиваете. Нет, не контроль. А вот когда что-то просишь, сразу, сука, какие-то сложности. И проще не просить. Меня никто не контролирует. Я могу сказать, всё, пока. У меня спрашивают, ты сегодня домой придёшь? Я скажу, нет, я приду там через 4 дня. Я так в Гешу ехал. Да это невозможно объяснить. Просто бывают люди, с которыми, ну, сложно даже договориться там, встретиться, кофе попить. Блядь, всё перерастает в какую-то сложность. А бывают люди, с которыми всё легко. Едешь, встречаешься, делаешь покупки, кофе пьёшь, строишь, даже не строишь планы, а осуществляешь, да, какие-то дела. Всё просто вот так вот, бац, легко, и нет проблем. А какая-то вот просто мелочь превращается в геморрой. Вот это, наверное, то или нет? Я не слушала, что ты сейчас говорила. Почему? Короче, просто геморрой всегда. У нас это, эфир жизненных советов. А почему так? Чё? Я не хочу, у меня всё нормально. Просто пучить скоро, да? Капусту просто переела. Катя, реально по-моему, если я. А Рибок мне скидки прислал. 50%. Хватит жрать. На сырах у меня. Последний твой кусочек. Почему он ещё два? Он теперь мой зон снял, нет? Нет. Мягонький. Короче. Мы чё вышли-то? А мы зачем-то же вышли в эфир, нет? Да, я прям помню, мы зачем-то вышли. Получилась какая-то бытовуха. Угу. А вы скажите, как вы понимаете, сколько у вашего мужа денег? Ну, у парня, у мужа. Ну, типа, есть у него деньги или нет? Ну, как вы это понимаете? Чё ты спросила? А, нифига тут комментов, Катя, блядь, ты отмотала. Нет, ничего не. Блин, мне, походу, вообще конец. Угу, ты умрёшь. Ну, вот как? Вот. Ну, то есть ты такая, хочешь в Таиланд? И ты ему думаешь, вот я сейчас ему скажу, я хочу в Таиланд. Мне надо сотку. Он просто приходит и отдаёт всё. А где вероятность, что это всё? Ага. Всё. Это раз. Ну, то есть ты ему говоришь, дай мне сотку, Наталья, я с подружками поеду. Он говорит, окей. У вас не бывает мыслей, что, типа, блядь, вдруг он пошёл кредит взять, там, или у него проблемы на работе. Он же стесняется сказать, что нет, сейчас денег. Месяц он только... Подожди, ну, цветы это похер. Ну, я, например, начала с мужчиной жить. Он мне вообще ни разу цветов не подарил. Цветы не показатель. Конечно. А вы как с ним встречаетесь? Вы где встречаетесь? Вы гуляете? Реестики, кафе? Или это гостишки? Да нет, это... Нет такого есть деньги, есть цветы. Нет денег, нет цветов. Я с парнем жила, замужила, собиралась сто лет назад. Семь лет. Он мне за семь лет... За семь лет он мне подарил один раз цветы. Но, как бы, цветы один раз. Ну, и всё. Вот я думаю, вопрос исчеркнул. Падики встречу. Ну, тогда, да, есть сомнения, что деньги есть. Просто кто-то романтик. Ну, просто кто-то молодой, а кто-то уже некогда. Как тебе уже пора замуж, не до подъезда. Было бы время, в пальцах позажгала бы. Это веселее гораздо. И бюджетное. Ой, романтичный. Конечно, не в цветах счастья, я согласна на сто процентов. Но... Цветы вообще похер. Не, ну, это просто приятно. Ну, как бы, не в этом счастье. Если мне скажут... Блядь, 25 цветов... Подожди, сколько там? Сколько там? Например. 25 метровых цветов, сколько это? 10 тысяч рублей? Я не знаю. Я скажу, лучше 10 тысяч рублей. Ну, нахера мне цветы? Нет. Ну, цветы всегда приятные. Чтобы что, чтобы в инстаграмах показать? Нет. Что тебе... Чем... Что тебе они приятного делают? Они пахнут красиво и стоят. Мне нравится. Секунду. Но я не делаю из этого культ какой-то. Вот цветы. Но на самом деле, я уже переехала. Мы уже жили вместе. Он мне ни разу цветы не дарил. Я думаю, блин, да что за фигня вообще? Да забудьте про ровер. Нет ровера. И я, короче, лежу и думаю, блин, он мне ни разу цветы не подарил. И, блядь, проходит... Ой, Саренчик. Проходит реально 2 часа. Ты ровнула до меня? Вот так сделала, сматерилась. Это надо. Я же культурная. Просто там в рабочий день заканчивается, полчаса проходит. Он приходит, думаю, с цветами первый раз. Я просто об этом только подумала. Ну и всё. Я сказала, блядь, какие красивые цветы, как всё круто. Но ты видишь, что у меня одни вянут, другие потом стоят. Ну, короче, цветы, если вы изначально не научите их дарить рядом, Мужик сам будет. Да. Я вот, похоже, уже пропускаю этот момент. Умни-ка. Не, ну я тоже говорила, типа, до этого, почему мне цветы не даришь. Он говорит, ты у тебя сапоги купила. Зачем тебе цветы? И вроде как бы аргумент... Как это связано вообще? Не, ну как бы сапоги-то дорогие. А типа, зачем тебе цветы? Ну их там типа выкидывать потом. Ну и всё, я профукала момент. Вот 7 лет без цветов и жила. Как узнать, что у твоего мужика есть деньги? Всё, легко. Вот девочка, правильно, пишет. Нужно приучать. Ну да, ну просто, ну не врать же. Просто говорит, ну блин, так прикольно, так приятно. Цветы красивые, ты молодец. И всё, он будет потом дарить цветочки. Давай полегче. Ну ты что, так быстро пишете я? Про стрел. Ты это читала, давай ниже. Я вдруг не читала. Я думаю, он бы сказал, что у меня денег. Ты охерела? Давай полегче. Ну то есть вы же всё равно знаете какой-то предел. Можно попросить новый айфон за 150 тысяч, да, там он выходит через 2 недели. А можно попросить там браслет номинейшн. Это же разные вещи. С другой стороны, можно попросить айфон. Ну вот я хотела очень айфон. А можно попросить трёшку в Жуковке за 25 миллионов. Но я же этого не сделала, потому что я понимаю. Блядь! Он чихнул. Чихнул. Подтвердил. Да. Ну вот это парень, да, пишет. Лучше типа не знать. Привет, Маня. Ну короче, то есть ты же всё равно каким-то образом, блядь, понимаешь потолок своих возможностей. Где тебе откажут, а где возможности. Ну я считаю, что парень прав, он пишет лучше, не знает девушек, сколько парень зарабатывает. Но я не знаю, сколько зарабатывает, ты знаешь? Нет. А я считаю, это ненужная информация. Но сколько зарабатывает, столько зарабатывает. Сколько считает нужным тратить, столько и... Настолько ты молодец. Ты опять перемотала тут. Ничего не мотала. На цветы похер. Нет, если есть другие подарки, а тем более такие, как ну айфон, и там... В месяц я трачу... Прям я-я или на меня? Можно сказать, что я не трачу ни рубля. Чё я такая слепая? Господи, я не вижу ни хрена. Что делать, если я не прошу никогда денег у мужика? Даже не представляю, что я и мог. Но никто не просит. Я тоже не представляю, как я бы дошла такая, отдай денег. Когда можно что-то просить? Но недели общения для того, чтобы полететь в Турцию в отпуск достаточно. Сучара. Да, даже много. Чё-то гонишь. Да можно сразу вопрос в том, как вы это будете делать. Надо просто... А потом айфон. Да. Есть, знаете, те, у кого есть деньги и на квартиру в Жуковке, но они хера айфон купят. Вот это вообще пиздец. Это, кстати, да. И таких большинство. И, кстати, вот такие, типа, которые там... Ой, он такой богатый-богатый, вот они нихера не щедрые. Вот они нахер... А реально парень, у которого зарплаты там 50-70 тысяч рублей в месяц, влюбился, он, блин, последние трусишки с ним. Есть те, которые и ты без памяти, и он без памяти, и ты будешь в шоколаде, и он будет... Ты будешь для него мотивацией, он будет работать с утра до ночи, он будет счастлив от этого. Оф, там что-то интересное было, не успела. Нет, я записывала истории, там, сколько с моей карты расходов уходит. Это да, ну, вам интересно, сколько на меня тратят денег, или сколько я трачу своих денег. Ну, типа, такая, я пошла там... Тебе хватает, собственно? На прокладке 100 рублей потратить. На меня сколько? Ну, вот тебе, да? Ну, со всеми рейстиками? Нет, мне такая, да, и я сама везде рассчитываю. Ну, вот просто, да, тебе вот на карту Свербанка упал вопрос просто, я задумываю, что мне бы хватило сотка в месяц. Смотри, мы идём обедать, я должна рассчитаться? Нет, вот просто ты отдельная единица, у тебя есть 100 тысяч, и всё, ты как бы живёшь. Нет, если я отдельная, 100 тысяч, они такая станцию не тронутая, ну, минус тысяча там на всякие прокладки. Да ты мой золотик рюхается, там, замёрзать. Я уже не рассчитываю за всё в заведении. А, девочка, вот, что ты проделал? Ну, да, ну, сотка, это реально, ну, это нормально. Она вообще ни за что не платит, шмотки дарит, блядь. Кто мне дарит, я всё покупал. Покупаешь сейчас? Все китайские пуховики. А если нет денег и просить нечего, что с этим делать? А любишь сильно? Понять, простить, любить, вдохновлять. Смотри, стих прям сказал. Тут вопрос, любишь сильно, нет? Я сейчас не пропагандирую меркантильность вообще ни в коем случае. Но, знаете, война, войну, и кушать хочется всегда. Мы живём один раз. Короче, знаете, есть такие истории, типа там, муж с женой богатые, и они рассказывают, сколько они всего прошли, что они жили в коммуналках. Но ведь, согласитесь, это зависит от двоих. То есть, если такая женщина... Что? Я там, когда пишу, пока, я говорю, пока. Если такая женщина, такой мужчина, она его поддерживает, они готовы там с нуля всё начинать идти вместе дальше за руку там и достичь чего-то, это да, имеет место быть. Но если ты сейчас просто говоришь, типа, бля, что делать, у меня, чувак, у него нет денег, я не готова, я не такая, ну всё, не надо, будет другая. Но ты ему всё равно ничем не поможешь. Вы либо проживёте всю жизнь нищете, что жалеть-то друг друга, либо иди уже ищи того, кто будет уже самодостаточный и сделает тебя счастливой. И я считаю, нет ничего в этом плохого. Какие-то женщины мотивируют и способны там мужчину сподвигать на какие-то достижения, мотивировать, а какие-то не способны, но они просто красивые, и почему нет? Ну, блин, что они теперь, умереть должны, что ли? Ну, где-то... Я бы не смогла ответить на этот вопрос, быть честной. Ну, и почему? Я не знаю, сколько. Ну, трёшка в день, 30 дней, плюс бенз, бенз, быстрик, ну, какие-то такие мелочи, ну, 150-200, плюс, если есть в этом месяце какие-то поездки, то больше. Ну, с ума посчитай, это я не считаю бахетли, это я считаю быстры, ну. Ну, блин, вообще, короче, сидеть на диете выгодно. Столько денег на еду тратится, я бы лучше шмотрую. Выгодно виниры делать, вот пока я виниры месяц или полтора ставила, я вообще на еду, даже в рестиков на меня ничего не тратили, я крем-супчик хлебала. Скоро я. У меня сегодня должна была быть примерка, я же, как разумная такая, я считаю, это... Вот, я согласна. Это полностью твоя заслуга. Потому что от женщины зависит до хера. Вынос мозга там и так далее, он бы ни хера не смог достичь. Сто процентов вообще. Тот человек, который находится рядом... Да будь то даже не ты, не жена, а какой-нибудь друг с ним бы снимал квартиру, это тоже зависит. То есть любой человек, который живёт рядом, это его заслуга, если что-то получается. Хватит там порнуху смотреть. Сорянча. А кто нас... Блин, что за дебил отправляет? О, кстати, эта шишка рекомендует, мне тоже интересно расскажет. В смысле? Я просто... Выпила вина чуть больше, чем надо, и придумала. Да? Да. Все легендарные истории рождаются в алкоголизме, похоже. Либо во сне, как в Менделеево таблице. У меня в души все эти мысли приходят. Например? Ну, там татушку на спине сделать. Впишись, у тебя с гениальной мысли тебе приходят души. Ну, там в ранче, касаемо работы, да? Угу. Какое? Ты работала? Вообще-то, да, ты ещё со мной не была знакома. Угу. В шестьдесятых? Черт. Мой пост стоит пять тысяч рублей. Когда я была известной личностью зарабатывала миллион рублей в месяц? Ты ещё под стол пешком ходила, помела? Ты миллион в месяц зарабатывала? Нет, если честно. Я утрирую? Ну, нахера ты тут пиздишь мне? Я утрирую, это разные вещи. Утрирую и пиздю, это одно и то же, между прочим. Вот, помни, девочка у меня, кошельки из кожи делала. А, ещё обувь из кожи крокодила и сумки, я тоже помню. Что? Ну, начиналась в портопеи. Ну, а чё, я нормально заработала. Ты как-то про куклу. Чё за кукла? Буду? Расскажи про рекламу. Ты как это про куклу? Начинала говорить и не договорила. Чё за кукла? Не подозревай меня ни в чём, я сама не понимаю. Я боюсь её не... Не обважайте меня, вы чё? Ну, сердечки не на мне. Да мы стрёмные просто. На меня сердечки. А, этим? Ну-ка, выйди отсюда. Бля, чё за херня? Ну всё, возвращайся им, поздь. Вот видишь, меня ли... Дом белый твой или нет? А то вчера смутно. Какой дом? А, дом белья мой мой. Я, честно, нигде не работаю. Чё ты врёшь, ты работаешь в клинике? Ну, я-то не считаю, работаю так как хобби. Подрабатываю. Ну, короче, подрабатываю. Ну, короче, у меня сестрой, когда есть совсем сложные случаи, когда кровью там все стёкла заливают. Она говорит, можно я помою кабинет? Короче, я... А я нигде не работала, но на кого-то. Я всегда работала на себя. Последний год я занималась приютом. Какой пиздец? Выходите из-за фит. Я сейчас усну. Да я нигде не работаю толком. Сегодня есть работа, завтра нет. Где в киоске предложат на сутки постоять? Дура, блин. Где он там, в галерее? Короче, сначала было круто зарабатывать деньги. Ну, мне и сейчас кажется, это круто. Но, короче, я себя нашла в благотворительности. Мне круто помогать. Я получаю от этого гораздо больше удовольствия, чем когда я зарабатываю деньги. Но денег у меня от этого меньше не стало. Больше. Работаю я или нет, короче. Я помогаю, и мне это нравится. И я буду продолжать это делать. Всё. Чего ты уходишь? Больше денег не стала. Меньше не стала, а стало денег больше. А у тебя больше? Ну, не за счёт того, что я помогаю, а как бы другие ресурсы подключились. Какие? Финансовые. Какие? Кто он? Кто он? Муж будущий, господи. Кто он? Смешные случаи, чтобы расрекламировать. Самотыки. Ничего смешного в этом не вижу. Ну, а как бы ты его рекламировала? Показывала на действие? В действие, как правильно сказать? Ну, ты что, отстала? У тебя что, нет игрушек в туловище? Да, 100%. Особенно морально. Очень круто.